Добрый день, Константин Викторович, здравствуйте. Я бы хотел найти самую больную точку сейчас и начать с самого главного. Скажите, пожалуйста, в какой момент времени студент должен подумать о своем будущем? Когда он должен начинать зарабатывать и вообще воспринимать деньги? Что вы думаете об этом? Я первую свою продажу совершил, наверное, в восьмом классе. Я вернулся с каникул, у меня была коробка жевательных конфет Пятигорской кондитерской фабрики. И я сначала начал вроде дарить конфеты всем, кого он знал, но потом почему-то перешел на продажу, стал конфеты продавать. Мамку вызвали в школу, она была член коммунистической партии, ей рассказали, чем сын занимается в школе, она меня отругала. Потом пришел отец, узнал, почем я продавал одну жвачку и сказал, что это даже не окупается, что надо было чуть дороже. Так я не понял, по какой цене надо было продавать, но я понял, что начинать надо как можно раньше. Все, кто приходит в бизнес, обречены совершить одни и те же ошибки. И ни одна книга не поможет эти ошибки предвосхитить. Их нужно проходить самому. И вопрос только, в каком возрасте? Если вы ошибаетесь в 18 лет, это понятно, это простительно, это нормально. Если вы ошибаетесь в 40 лет, если вы совершаете те же самые ошибки в 40 лет, это будет стоить дороже. Поэтому чем раньше, тем лучше. И для того, чтобы настроить себя на бизнес, на работу в реальном секторе, считайте, что есть такая игра, вы идете по жизни, что-то происходит, и вы думаете, и вы задаетесь вопросом, как я на этом могу заработать. Например, не знаю, у вас коллега или одногруппник говорит, вообще не понимаю вот такой темы. И прежде чем ему сказать, давай я тебе помогу, задайтесь вопросом, как я могу на этом заработать. Не надо продавать свои знания, но просто научитесь задаваться этим вопросом. И рано или поздно вы найдете ответ, который никто до вас не находил. И тогда на этом будете зарабатывать. Это интересная тема, особенно она интересна не только для студентов, не только для их родителей, но и для преподавателей. Каждый преподаватель, когда он готовится к выступлению, когда он готовится к работе с студентами, вы же, я знаю, что тоже являетесь преподавателем, вы должны, потенциально должны, как преподаватель, вкладывать студентам какие-то новые идеи и давать им какие-то новые возможности, векторы, направления развития в том предмете, который преподаете. Скажите, есть ли ответственность преподавателя за то, куда идут студенты. Либо же преподаватель может дать только вектор, а дальше каждый плывет сам по себе. Не знаю, мне кажется, что значительная часть преподавания это история того, что было до тебя. Насколько эта история поучительна, не знаю, но мне кажется, задача преподавателя это научить студента или учащегося работать с информацией, чтобы он мог структурировать, делать выводы, понимать, что главное. Он должен научиться задаваться правильными вопросами, то есть работать с информацией, анализировать ее, смотреть вглубь, понимать причинно-следственные связи. Я не уверен, что преподаватель должен открывать будущее, потому что это значит, что преподаватель видит. Это все равно, что тренер приходит к людям и говорит, вот ты занимайся косметикой, а ты занимайся, не знаю, журналистикой. Преподавание – это все-таки осмысление прошлого. А для того, чтобы сделать бизнес, человек должен быть в настоящем и заглядывать в будущее, чтобы понять, что произойдет завтра, чтобы предвосхитить его. Задача преподавателя очень серьезна. Он должен дать ученику некую платформу, на которой тот будет стоять. И если платформа крепкая, он выстоит. Если платформа шаткая или не на правильных факторах, факторах основана, то тогда выстоять будет сложно. Ну вот я думаю, что преподаватель – это все-таки любой преподаватель, это скорее преподаватель истории своей дисциплины. Если человек преподает физику, считайте, что он преподает историю физики. Он не может преподавать будущее физики. Тогда он будет научный сотрудник. Отлично. Вы сейчас в Москве являетесь ведущим курса. Я слышал о том, что вы задаете своим студентам вопрос, куда ты будешь идти, и как заставляете их думать в контексте «не бойся проиграть, учись играть прямо сейчас». Это частично продолжает вашу предыдущую мысль. Расскажите, что вы спрашиваете у студентов, и в какую сторону вы даете им двигаться и играть. Мой курс называется «Сервис и продажи в индустрии моды». И я, конечно, сейчас раскрываю большой секрет для будущих моих студентов. Экзамен, который они у меня сдают, выглядит, наверное, довольно странно. Когда студенты приходят, я им задаю один вопрос, они мне надают... Да, я им задаю один вопрос и предупреждаю, что на этот вопрос нет, во-первых, правильного ответа, во-вторых, они мне не дадут правильного ответа, потому что его нет. В-третьих, если они сохранят листочек со своим ответом, ну, сфотографируют его и сохранят, то когда у них через пять лет будет собственный бизнес, они над своими ответами будут хохотать прямо в голос. Вопрос этого экзамена звучит так. Напишите правила, которыми должен руководствоваться ваш бизнес, чтобы быть успешным в долгосрочной перспективе. То есть по каким правилам надо строить игру. И я хочу сказать, что большинство ответов очень эмоциональные, очень романтичные о том, что давайте все будем делать хорошо, давайте любить людей, давайте любить сотрудников. Это нельзя критиковать, потому что так и есть, это нормальные вещи, но бизнес все-таки строится не только на романтизме и идеализме. Нужно еще думать о налогах, о сохранении товарных запасов, о многом еще, но люди забывают об этом. Но сама задача, я считаю, очень важна. Чем раньше человек начнет думать о правилах, по которым ведется бизнес, тем скорее он эти правила поймет. Например, вне всякого сомнения, есть правило проведения интервью. И если мы знаем эти правила, у нас получается хорошее интервью. Если мы не знаем правила, мы начинаем вот их искать по ходу пьесы. И профессионал от любителя отличается пониманием правил. Поэтому и студентам я советую только одно. Как можно скорее ввязывайтесь во все, условно говоря, драки, во все проекты, набивайте шишки, как можно больше шишек, совершенно не бойтесь ошибаться, потому что в реальной работе вы начинаете выяснять правила и себе их аккуратно фиксируете. Конечно, никто не будет их записывать, но запоминайте. Да, проблема, если вы правила не записываете, то вам надо несколько раз пройти через одну и ту же ошибку, когда вы наконец поймете это правило. Если же вы правила записываете, то вы освобождаете себя от необходимости повторных ошибок. И есть еще важная вещь. Как можно скорее, ну, я бы даже сказал, прямо сейчас, сегодня, начните поиск своего наставника. Это не должен быть наставник один на всю жизнь. Но в вашем окружении есть люди, которые вычислили некоторые правила, по которым идет бизнес. Как можно скорее сделайте так, чтобы они были вашими наставниками и делились с вами правилами. Нашими первыми наставниками в жизни являются наши родители. И родители, искренне заинтересованные в нашем успехе, начинают нам передавать правила жизни. Но мир как-то так устроен, что мы оценку родителей и правила, которые они с нами делятся, мы не сильно воспринимаем. Говорим, да ладно, мама, я сам разберусь. Ну, потом понимаешь, что мама была права, но какое-то время прошло. Так вот, чем раньше вы найдете себе наставника и чем больше правил вы от него возьмете, тем лучше будет для вашей карьеры. И еще, в жизни не один наставник. В жизни должно быть много наставников. Больше того, в какой-то новой сфере деятельности вы можете себе найти нового наставника. Вы, например, ну, не знаю, получили права, хотите научиться водить машину, хорошо водить машину, найдите себе наставника, который научит вас водить машину. Потом вы решили, не знаю, написать книгу, найдите себе наставника, который научит вас писать книгу. Экономьте время жизни через наставника. Невероятно важно найти вовремя наставника. А потом когда-нибудь лет примерно, дайте подумать, через 30, вы станете, через 20-30, вы станете наставниками для кого-то другого. И должны будете взять себе ученика и передать ему правила. Такие правила игры. Мне кажется, что правила игры, мы затронем эту тему, тех книжек, которые вы уже написали, и той книжки, которая стоит перед вами на столе. Мне кажется, что как раз правила игры вы частично описали в этой книге «Большая перемена». Я хочу спросить вас про наставника. Может ли наставником быть преподаватель университета? И какой вопрос студент должен спросить у своего наставника, чтобы идентифицировать его и чтобы найти с ним общий язык, настроиться на эту волну? Наставник от всех прочих людей отличается тем, что он осознал правила. То есть он их исполняет сознательно. Предположим, предподаватель, вот есть студент и есть преподаватель. И студент замечает, что преподаватель очень быстро, легко, профессионально и без ошибок понимает, ну не знаю, например, какие-то общественные процессы и может их объяснять и предсказывать. То есть значит, он вычислил правила, по которым идут общественные процессы. Тогда студент должен подойти и прямо спросить, как вы научились разбираться в общественных процессах. Преподаватель может рассказать, может не рассказать, уже это его дело. И вторая просьба, научите меня разбираться в этих процессах. Тогда преподаватель, если согласится стать наставником, начнет передавать правила. У нас проблема с наставничеством такая, значительная часть людей, которые могут быть наставниками, могут сказать только одно, делай как я. То есть у них правила в бессознательном находятся, они не знают, как их сформулировать, но желая быть полезным, они говорят, делай как я. и на этом построено все восточные единоборства. Вот ты следующие 30 лет делаешь как мастер, хоп, у тебя что-то там получилось. Но в современном мире так долго мы не можем учиться, поэтому нам нужны осознанные наставники, которые разобрались со своим мастерством и могут об этом говорить словами. Не просто делай как я, а рассказывай словами. Ну, например, я был на одном семинаре, это очень давно, середина 90-х годов, и там был человек, который научил меня, как писать заголовки. Он для меня был наставником по тему, как писать заголовки. И я четко усвоил этот урок, я вывел для себя это правило. Он сказал, если ты отправляешь материал в СМИ, никогда не пиши заголовок, потому что заголовок напишет редактор газеты. Конечно. Четкое правило, ты сразу знаешь, как поступать. Все. Кто является наставником для вас? Есть ли такие люди? Или были такие люди? Ну, наверное, полно таких людей, я даже, может быть, не всех их знаю, и кто-то учил меня водить машину. У меня был один приятель, он, слава богу, жив, здоров, и можно в настоящем времени про него говорить. Мне всегда нравилось, как он водил машину. Я ему говорю, Михаил, вот объясни, что ты думаешь, когда ты за рулем? И он так метафорически мне объяснил. Бывают такие наставники, которые метафоры рассказывают. Он говорит, вот ты видел стаю птиц? Я говорю, ну да, я видел. Он говорит, а ты видел, как стая поворачивает? Я говорю, видел. Они сталкиваются между собой? Я говорю, нет, ни разу не видел. Он говорит, а почему птицы не сталкиваются? Я говорю, да я даже не знаю у нас. Я даже не уверен, что на уроке биологии мы это проходили. Я говорю, не знаю. Он говорит, я думаю, что вокруг каждой птицы есть такое пространство, и птица его контролирует. И когда в ее пространство входит другая птица, она уклоняется. И вот поэтому вся стая так. Я говорю, ну это интересно, но как это относится к вождению? Он говорит, когда я за рулем, вокруг моей машины есть пространство, и я всегда его контролирую. И если кто-то к этому пространству приближается, я вот там маневрирую. И мне показалось это интересным. И я всегда тоже так еду. У меня вокруг пространство, и я вот думаю, кто в это пространство вторгается. Иногда мотоциклисты там вторгаются. И второе, что он мне сказал, прям вообще мне понравилось. Я всем рекомендую. Он говорит, а второе, что я делаю, я все время наблюдаю, кто едет рядом со мной. При этом люди постоянно меняются. Вот ты едешь по дороге, так вокруг тебя много машин. А эти туда приехали, эти сюда. И он говорит, я всем, кто вокруг меня, навешиваю ярлыки. Этот дерзкий, этот глупый, этот такой. И у меня у всех ярлыки, и я знаю, что от них ожидать. Ну, наверное, он навешивает ярлыки не буквально на каждую машину, которая едет рядом, а на какие-то, кто ведет себя странно. Я тоже стал навешивать ярлыки. Хотя это плохо, но это очень помогает. Ты уже знаешь, что от этого можно ожидать все, что угодно. Вот наставники бывают вот такие. В профессии, я могу сказать, это тоже, наверное, интересная история. Я в свою профессию попал случайно. Я попал на большой тренинг. Я заканчивал университет. Был на последнем курсе. Петербургский. Да, факультет психологии. Учился на последнем курсе, писал диплом и попал на очень большой длительный тренинг, который проводили венгры. Не буду рассказывать, я попал туда случайно. 9 месяцев учился бесплатно. И мы сдавали экзамен венграм. Экзаменом было проведение трехдневного тренинга. Я и две мои коллеги, мы три дня проводили тренинг. И тренинг был поистине ужасный. Вся группа три дня молчала. Просто молчала. И когда мы обращались к кому-то из участников с вопросом, он говорил, а почему вы меня спрашиваете? Ну, просто ответь. Он говорит, ну, почему вы с меня начинаете? Ладно, хорошо, скажи ты. Этот человек говорил, нормально. Тот не ответил, а я должен отвечать. И так три дня. И я вообще думал застрелиться. И вечером третьего дня, когда все участники сдали все свои экзамены, венгры, значит, приняли эти экзамены, у нас была вечеринка. И я сидел прям реально огорченный. Ко мне подходит венгр. Его звали Калман. Это вот один из моих наставников. Он, вот представьте, наставник, который даже не говорил на моем языке. То есть такие наставники могут быть. Калман не говорил на русском, он говорил на венгерском. И он через переводчика у меня спрашивает. Он говорит, Константин, а что ты такой грустный? Я ему говорю, Калман, ну посмотри, у всех какие группы были. Разговаривали, играли. А наши участники, они подумали, что мы на тренинге должны выбрать, кого уволить. И чтобы нам усложнить жизнь, они решили все молчать. Тогда мы не знаем, кого из них увольнять. Если ты говоришь, ты проявляешь себя, и тебя можно уволить. А если ты молчишь, то ты одинаковый и непонятно кого. Вот они решили молчать. Потом они уже поняли, что это все было напрасно, но дело было сделано. И я Калману говорю, Калман, ну ё-моё, ну вот у всех группы такие играли, там учились, а у нас три дня молчали. И следующей фразой Калман, фактически, во-первых, он стал моим наставником, и фактически он открыл мне дверь в профессию, в которой я нахожусь до сих пор. А дело было в 1990 году. Он сказал, Константин, в жизни каждого тренера бывают сложные группы. И некоторые группы ломают тренера. Ты потом не можешь проводить тренинги после такого испытания. Говорит, понимаешь, тебе повезло, у тебя первая группа была настолько сложная, что хуже просто не может. Поэтому ты, в принципе, ничего более страшного в твоей жизни уже не будет. Я сказал, Калман, как я тебя люблю. Но если худшая группа позади, так я готов в этой профессии работать. Вот я с 90-го года в этой профессии. Видишь, что даже наставник может не говорить на твоём языке и поменять твою жизнь, по крайней мере, на следующие... Сейчас какой год? На следующие 29 лет. Я как раз хочу вернуться к этому Константину Викторовичу Молодому и задать вот такой вопрос. Сейчас, оглянувшись на 29 лет назад, что бы Константин Викторович себе пожелал на очередной день рождения? Зная то, что есть наставники, зная то, что опыт через собственные шишки нужно набивать сразу-сразу, зная то, что в жизни есть какие-то правила, что бы он изменил или сделал лучше? А ещё я дальше спрошу пропущенную возможность. За что Константин Викторович кусает себе локти? Осознанно задаю два вопроса сразу, чтобы немножко сместить Константину Викторовичу из зоны комфорта. Довольно сложно, но есть вероятность, что я ничего бы не стал менять. И я скажу почему. Если бы я в 90-х годах ушёл больше в бизнес, я всё-таки остался консультантом, психологом, исследователем. Мне там были интересны такие вещи, как лояльность, благонадёжность. Я больше был исследователь. Вот если бы я в 90-е годы всё-таки выбрал бизнес и стал заниматься бизнесом, то совершенно точно книга «Большая перемена» не была бы написана. И сейчас мне было бы жалко думать, что книга не была бы написана. Может быть, я и написал бы книгу, но она была бы совсем не той. И книга «Большая перемена» — это в том числе результат всех моих тех ошибок, из которых я сделал вывод. Поэтому я боюсь, что после книги «Большая перемена» я не стал бы переживать жизнь заново. То есть я готов за эту книгу заплатить вот теми всеми ошибками. Если бы не было книги «Большая перемена», то надо было бы в 90-м году поставить крест на психологии и заняться бизнесом. И, скорее всего, сейчас я бы уже не работал ради денег, жил бы, возможно, в своё удовольствие, катался бы на яхтах, ну, может быть, утонул бы уже. Не знаю, легко бы утонул. Ну, запросто мог бы утонуть к этому возрасту. Поэтому фиг его знает, как пережить заново, ну, надо ли переживать заново. Я совершил достаточное количество ошибок, чтобы написать ещё пару книжек и поделиться этим опытом. Поэтому ничего бы не стал менять. Даже бы на той же женщине заново женился. Вышел сам, женился бы заново. Мы знакомы с 81-го года, с 84-го года в браке. Если бы меня спросили несколько лет назад, я, может быть, и по-другому бы ответил. А сейчас я понимаю, что на ней бы и женился. Значит, в этой сфере большая перемена не будет. Наверное, да. Я всё-таки вернусь. Какие упущенные возможности были? Может быть, что-то, к чему вот хочется вернуться, может быть, сейчас к этому стоит вернуться сегодня вечером или завтра, когда вы будете уже в Москве, а не в Казани, вернуться к этому вопросу и его сделать на новом уровне, с новыми знаниями? Это я в том числе спрашиваю для того, чтобы студенты, для того, чтобы их родители, для того, чтобы преподаватели посмотрели на вас как на успешного человека, как на человека, за которого ходит слушать большое количество других не менее успешных людей, за человека, у которого несколько книжек в своём портфолио, за человека, который обучил, я не знаю, сколько тысяч людей по всему СНГ. Что есть такое, какое-то новое зерно, что вы сейчас по-другому посмотрели, по-другому и вырастили? С одной стороны, не знаю. С другой стороны, конечно, знаю. Я тоже стою на пороге больших перемен. Я хочу совершить резкий поворот в своей жизни, в том числе в профессиональной жизни. Я к этому повороту шёл, наверное, лет пять. Может быть, всю свою жизнь, может быть, лет пять. Книга «Большая перемена» оказалась тем самым поворотным пунктом, после которого уже ничего нельзя изменить. И есть договорённости, что по книге будет сниматься сериал, уже, по-моему, уже даже начата работа над вот этой тестовой серией первой, как она там называется. И я хочу попробовать себя в кино. Я хочу те истории, которые я рассказываю на лекциях, вынести в сценарий и рассказывать более широкому кругу людей. Есть несколько историй, или можно даже сказать тезисов, которые я считаю, что многие люди должны знать. Я не уверен, что сейчас первая история, или первая фраза для нашей аудитории, но фраза настолько важна, что я её говорю в любых аудиториях. Фраза звучит так. Я говорю слушателям. Никогда, 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 никогда в присутствии детей не ругайте школу. Может оказаться так, что вашему ребёнку нравится учиться. И если вы в присутствии ребенка ругаете школу, то у ребенка возникает конфликт в голове. Вот мама, и я ее люблю, но также я люблю школу, мне школа нравится, и кто-то из них неправ. И ребенку проще выбрать сторону мамы, он говорит, я маму больше люблю, значит, школа это все-таки плохо. Поэтому, чтобы вы не думали о школе, никогда в присутствии ребенка не ругайте школу. Никогда. Второе. Никогда при детях, при подростках, при маленьких детях не говорите о том, что взрослая жизнь тяжела. Когда маленький ребенок, который не может мыслить абстрактно, слышит слова родителей, что взрослая жизнь тяжела и ужасна, некоторые из детей настолько впечатлительные, что они принимают решение не жить взрослую жизнь. То есть прожить жизнь так, чтобы не успеть повзрослеть. И там есть несколько версий, как они могут это сделать. Они могут остаться ребенком навсегда. Это инфантильность, это непринятие за себя ответственности, это желание, чтобы мама дальше шла с тобой по жизни и говорила, какую кашу, какой ложкой кушать. Второй вариант, еще более ужасный. Ребенок, чтобы прожить взрослую жизнь, скорее начинает идти по пути отклоняющегося девиантного поведения. Это наркотики, это алкоголь. Просто это помогает ему прожить свою жизнь быстрее за меньшее количество лет. Никогда при детях не говорите, что взрослая жизнь тяжела, как бы вы ни думали. Просто дети не могут понять, что такое тяжело. Вы-то понимаете, что бывают белые полосы, бывают черные, бывают разные. А ребенку кажется, что это ужасно. Что взрослая жизнь – это что-то ужасное. Например, я эти две истории все время рассказываю в любых аудиториях, потому что считаю, что они могут быть полезны для всех. Даже у тех, у кого сейчас нет детей, они будут. И эти люди будут знать, что школу нельзя ругать. Смотрите, я могу сказать, что у меня есть счастье. Некоторое время назад мне удалось прочитать книжку «Большая перемена». Во-первых, я, конечно, хочу вас поругать за нее. Она заставила меня несколько ночей не спать. А во-вторых, те люди, которым я рекомендовал ее после прочтения, некоторые из них говорили, что это не может быть. Такого не может быть. Не может за год так сильно измениться жизнь человека. Не может за такое время сформироваться команда, сформироваться капитал, найтись наставники. Не может появиться конь, в конце концов, в собственной конюшне. Два коня, кстати. Два коня – это в контексте личной жизни в том числе. И тут я хотел бы спросить. Та история, которую вы рассказываете, она, наверное, в чем-то автобиографична, во-первых. А во-вторых, насколько тот вопрос, тот эпиграф, который в книге обозначен, действительно может менять мышление. Какие истории вы знаете среди читателей, среди ваших знакомых, среди тех людей, которые ходят на ваши тренинги, корпоративные либо открытые? Кто тоже изменил жизнь? И насколько это действительно возможно? Очень много книг, мы, безусловно, их знаем. Там очень много людей, которые говорят, что что-то меняет. Но я, прочитав, не знаю, 70 книг по продажам и читая изначально «Большую перемену», как книжку, в которой есть инструменты продаж, потом, прочитав ее еще три раза, увидев четыре слоя, лично я увидел четыре слоя, может быть, их больше, воспринимаю это просто как инструмент действия. Какие истории связаны с этой книгой? И что вы там можете рассказать? Почему ее не нужно читать? И кому не нужно читать? Да, наверняка есть люди, которым не нужно читать. Наверное, не нужно читать людям, которые боятся перемен и совершенно не хотят меняться. Книжка названа «Большая перемена». Я, уже назвав книгу, и уже издали мы ее, и потом мне сказали, Константин, она называется так же, как фильм. Я подумал, блин, точно, так же, как фильм. Это плохо, потому что ассоциация с фильмом. Но я не собираюсь ее переименовывать. Я не знаю, переименуют ли фильм после этого, но я книгу не собираюсь переименовывать. Потому что название «Большая перемена» в точности отражает, что произошло с героем. Не раскрывая никаких спойлеров, я хочу сказать, что герой в начале книги это человек, которому на роду суждено жить в скромной квартире, два раза в жизни побывать в Турции, иметь машину, ну, не знаю, какую-нибудь самую простую марку. Он ее купит с пробегом, в кредит. В пятилетнюю, в кредит. У него будет жена. Девушки, извините меня, но жена у него обязательно будет сварливая. И это объяснимо. Почему? Потому что у мужчины не будет особенно денег. А это делает некоторых девушек сварливыми. И вот у него будет сварливая жена. И если Бог к нему будет милостив, у него будет там пара детей. Человек в начале книги обречен прожить вот такую жизнь. И ничто не дает ему никаких надежд, что его жизнь будет другая. Ни родителей, ни семейное какое-то наследство, ни друзей влиятельных. И потом с героем происходит последовательно два события. Я не буду говорить, какие. Они прям между ними пять страниц. сначала на второй странице с ним происходит первое событие. И условно на двенадцатой странице с ним происходит второе событие, которые полностью меняют его жизнь. Герой приходит в продажи, приходит, находясь на нулевом уровне. Он вообще ничего не понимает в продажах. И у него есть цель. Он должен заработать определенную сумму к определенному сроку. Ну, это драматургия. Это, знаете, как в кино успеть за шестьдесят секунд, чтобы зритель был в напряжении. Зрителю говорят, что нужно что-то сделать за шестьдесят секунд, минут, до утра. Вот герою нужно заработать определенную сумму за год. И сумма очень большая. И он паникует от того, что он не просто не видел таких денег. Он не видел даже десятой части таких денег. Он паникует. И тут ему приходит в голову вопрос, что он должен понять, кто он такой. Ну, как, условно говоря, как у Достоевского кто ты, на что ты имеешь право в этой жизни. И герой решает идти до конца. И с этого момента с ним начинаются происходить перемены. Он встречает наставников, они его учат продажам и не только продажам. И, конечно, используя... Да, в книге очень много, ну, я бы сказал, жизненных примеров, когда продавец и покупатель встречаются, о чем-то говорят. И здесь, чтобы описывать вот эти встречи, эти сделки, я, конечно, должен был использовать в том числе личный опыт. И в этом смысле книга автобиографична. Она не автобиографична, в том смысле, что я никогда не заключал такого пари, как заключил герой мой. Но в частности, она местами автобиографична. И в деталях она очень правдоподобна. Просто эти детали, собранные вместе, производят впечатление, что так не может быть. В реальной жизни может быть даже еще и не так. Я знаю люди, когда люди становились богатыми за одну ночь. Я знаю историю, как люди стали по тем временам долларовыми миллионерами. Я не могу сказать, что это случайно. История такая. Два моих знакомых собрали денег немного и купили машину компьютеров в Польше. Тогда это так называлось. Они купили машину компьютеров в Польше и везли машину компьютеров из Польши в Россию. И в ожидании этой машины, которая ехала, они сидели в ресторане и обсуждали эти компьютеры и как их продать. Наверное, их продали уже до того, как... Не-не-не. За соседним столиком сидел мужчина и говорит, парни, вы там о чем говорите? Они говорят, да вот машина компьютеров едет и мы думаем, как продать. Он говорит, какие компьютеры? Вот там, не знаю, 286-е. Он говорит, мне надо. И они ему продают машину компьютеров, которая выехала из Польши. Он им отгружает деньги под честное слово. И они на эти деньги покупают вторую машину компьютеров. Ну, сейчас кто-нибудь скажет, сейчас такое невозможно. Такое невозможно. Но сейчас возможно такое, что 17-летний молодой человек придумал какую-то историю, разместил ее в Инстаграме и у него клиенты со всего мира. Вот те ребята в ресторане со своей машиной компьютеров такого не могли. Вы сейчас можете что-то другое. То есть, мир меняется, условия меняются, возможности меняются, но место для чуда всегда остается. Вопрос. Чем те двое были такие хорошие, что им свезло? Да ничем. Просто мы часто проходим мимо своего везения, не замечая. Я могу по этому поводу рассказать историю. Прихожу к своему знакомому, очень богатому человеку, с которым у нас был когда-то бизнес, но он остался в бизнесе, а я ушел в консалтинг и в психологию организационную. Прихожу к нему, говорю, Сергей, что ты ко мне на тренинги не ходишь? Он говорит, сколько у тебя тренинг идет? Я говорю, три дня. Это были благословенные времена, когда обычный тренинг продолжался три дня, не полдня, как сейчас, а три дня. Я говорю, три дня. Он взял калькулятор, что-то там подкликал и говорит, два миллиона четыреста. Я говорю, Сергей, используй глаголы. Ну, это хорошо, когда ты в речи используешь глаголы. Это нормально. Да, это просто уважение к собеседнику. Он говорит, два миллиона четыреста тысяч долларов. Это он, Два миллиона четыреста тысяч долларов. Я говорю, глаголы. Он говорит, я за три дня, моя компания зарабатывает два миллиона четыреста тысяч долларов. Я говорю, да и балбесты. Развернулся, ухожу, и он почувствовал, что как-то вот он обидел меня, а у нас с ним были все-таки какие-то отношения. Он говорит, Константин, и так, останавливает меня. Я говорю, он говорит, запиши на кассету свой тренинг, я буду у себя в шестисотом Мерседесе его слушать. Я говорю, занимаюсь своими делами и ушел. И на метро, еду домой, думаю, ну вот он, гад какой, богатый. А потом следующая мысль мне приходит, а может быть, есть еще люди, которые не ходят ко мне на тренинги по самым разным причинам, но они готовы были бы покупать кассету. Я делаю кассету, две кассеты, ну, одна стала известна, вторая не зашла по сегодняшнему как бы терминологии. Первая кассета, которая пользовалась большим успехом, кассета, вот такая, в кассетник, представляете, как давно это было. Первая кассета записывалась на студии «Мелодия», записывалась профессиональным актером на профессиональной звукозаписывающей студии, тиражировалась на профессиональной студии. Кассета была применения эриксоновского гипноза в бизнесе. В те времена кассета с музыкой стоила, по-моему, около трех долларов. Ну, это очень давно, но я сейчас скажу, почему я в долларах запомнил. Эту кассету я продавал за 15 долларов, в пять раз дороже, чем кассета с музыкой. Каждая кассета продавалась за 15 долларов, 7 долларов были мои, 8 долларов были продавца. Все кассеты продала одна девушка. Это самый потрясающий продавец, которого я в реальности видел, с которым был знаком. Она продала все кассеты, потом еще продавала другие мои услуги, но я сейчас хочу сказать про другое, не про это. Вот я в 93-м году, предположительно, нашел нишу учебные курсы на кассетах. Я сделал кассету, я ее продал, я заработал деньги, которых у меня никогда не было в моей жизни. Там была огромная сумма, значит, тысяча кассет, 7 тысяч долларов, и вторая кассета, тысяча кассет, тираж был, у меня было 14 тысяч долларов, я в жизни не видел таких денег, моя семья жила на 300 долларов в месяц, ну, там сразу это изменилось, моя семья уже тут же стал жить на 700 долларов в месяц, потом на 2500 долларов в месяц, потом куда-то 14 тысяч долларов делись, я-то думал, что они долго продержатся, но они появились у Константина мотивации, да фига мотивация, а вот что я просмотрел, и чему можно было бы научиться, вот представьте, что я в 93-м году не только кассету сделал, но и разглядел нишу рынка, что можно издать другой курс, можно позвать другого тренера, а можно создать на этом бизнес, а можно создать продажи, там, систему продажи, и это была бы империя по продвижению этих курсов, никого тогда на этом рынке не было, чем эта история отличается от истории, когда два мужика в ресторане продали машину компьютеров, ничем, ничем, они получили деньги до того, как пришли реальные компьютеры, и я получил деньги, только я не увидел, что это бизнес, они увидели, вот и вся разница, и я вас уверяю, что каждый из нас проходит мимо невероятного количества возможностей, просто не разглядев. Как разглядеть возможности? Я уже сказал, нужно задаваться вопросом, как я на этом могу заработать? Тут есть еще один вопрос, как найти в себе мотивацию что-то делать? Мужчина задается вопросом или женщина? Я думаю, что нужно ответить для обоих полов, потому что очень большое количество молодых людей сейчас немного потеряно, как мне это видится. Я боюсь сейчас на опасную территорию зайти, но при этом я хочу ответить честно и чтобы люди прям понимали, как устроена эта жизнь. Если речь о мужчине идет, он должен найти взыскательную и требовательную женщину и полюбить ее. И все в его жизни будет хорошо. Его эта взыскательная и требовательная женщина заставит сделать бизнес, открыть торговые точки, взять кредиты, все в его жизни будет хорошо, если он выбрал правильную женщину. Если он выбрал женщину нетребовательную, то есть он ей говорит, у нас шалаш есть, она говорит, отлично, ну, смелый, шалашой прям рай, то тогда ему надо будет искать внутреннюю мотивацию, ходить на тренеров, мотиваторов, но поскольку его женщина нетребовательная, он как бы на тренера мотиватора сходил, домой приходит, а жена говорит, ложись, дорогой, я тебе массаж сделаю, ты сегодня целый день на тренинге мотивации был, наверное, у тебя спина затекла, и он думает, ну, нафига мне все остальное, если я все получаю, да, поэтому, если речь о мужчине, то лучшим мотиватором является женщина, которой многое надо, вот, если мы говорим для женщин, как им мотивировать себя, то я не знаю. Спасибо за честный ответ. Я хочу вернуться к книге и к эпиграфу. Я сказал о том, что он есть, думал, что вы его раскроете. Вчера на форуме, где деньги, на котором вы выступали, и по отзывам я слышал, что это было очень достойно, многие гости, которые там были, сказали спасибо организаторам за то, что вы приехали в Казань. Спасибо, что пригласили. Именно вот этот эпиграф книги вызвал самое большое количество поднятых телефонов и фотографирований. Да, фотографировали, и посты даже уже появились. И все остальное. Расскажите, во-первых, как вы поймали его, потому что мне кажется, что его можно только поймать через какой-то, может быть, опыт, может быть, какой-то толчок был, может быть, что-то еще было, ну и потом, конечно, озвучьте. Ну да. Эпиграф в нынешнем виде появился только во втором издании. То есть через год после выхода первого издания я понял, как надо написать эпиграф. В первом издании эпиграф звучит кратко, точно, правильно, там одно слово, решись. И это прям идеальный эпиграф. Но этот эпиграф может быть понятен только после того, как человек прочитал книгу. И тогда он понимает, к чему и к кому обращено этот призыв решись и зачем решаться. Ну, на какую перемену ты должен решиться. И я понял, что я перестарался, я сделал эпиграф слишком кратким, и тогда я решись раскрыл как бы полностью. И, ну, мне маленько страшновато, конечно, от этого эпиграфа самому. И мне страшно его читать, страшно его говорить вслух, и теперь этот эпиграф звучит так. Да, я хочу сказать, что я прям сто процентов подписываюсь под каждым словом. Мне пятьдесят шесть лет, это не какой-то максимум, но это достаточно серьезная цифра, и это в точности отражает мое представление о том, как устроена жизнь. Эпиграф звучит так. Человек не проживает жизнь, к которой готовился. Человек не проживает жизни, которая мечтает. Человек не проживает жизнь, которая достоин. Человек проживает жизнь, на которую решился. И это совершенно точно. Я вообще-то готовился к дизайну, я хотел быть дизайнером, все мои школьные тетради были изрисованы машинками, Я считал, что это вполне достаточная подготовка. Я ходил на курсы, у меня был педагог, он занимался со мной рисованием, черчением. Я приехал в институт в училище Мухиной в Питере, высшее дизайнерское училище Мухиной. Я пришел в приемную комиссию, увидел работы других абитуриентов, рисунок. Я неплохо рисовал, ничего выдающегося, но я рисовал неплохо. Я чертил отлично, а рисовал неплохо. Я пришел в комиссию приемную, увидел рисунки других людей, других абитуриентов и не решился подавать документы. Мой преподаватель, слава богу, все еще жив, Алексей Дмитриевич, он говорит, что напрасно, ты должен был попробовать, потому что ты, может быть, увидел рисунок какого-то таланта. У тебя был хороший уровень, ты был хорошо подготовлен, я не решился. У меня был запасной вариант, это был кораблестроительный институт в Питере. Я подал документы туда и завалил экзамены. Пошел учиться в 25-е училище ПТУ. Оно профильное, оно кораблестроительное. И я так чертил хорошо, а черчение он нам преподавал директор училища, что через некоторое время, а чертили мы многое, он через некоторое время ставил мне пятерки, не раскрывая чертежа. У него такая шутка была. Он отворачивал чертеж до спецификации и там ставил пять. И все. Я не помню, как его звали, я говорю, Иван Иванович, я когда-нибудь не нарисую, чертеж не нарисую, просто спецификацию сделаю. Он говорит, в этот день я раскрою чертеж полностью. И вот я там отучился, потом Ленинградский институт водного транспорта, потом армия, потом после армии Балтийский завод и строил корабли. И мне это очень нравилось. Пока одним из моих друзей не сказали, что есть университет, что есть факультет психологии, я понял, что это то, что мне нужно. И в 1984 году, четыре года спустя школы, не имея никакой подготовки, не думая о поступлении, я решился поступать в университет на факультет психологии. Я пришел к будущей жене, она жила в женском общежитии, я пришел к ней и говорю, Люб, я собираюсь в университет поступать. Она говорит, ну хорошо. Я говорю, что детали тебя не интересуют? Она говорит, ну ты сказал, все, в университет, хорошо. Я говорю, может спросишь, на какой факультет? Она говорит, ну хорошо, на какой факультет? Я говорю, на факультет психологии. Она говорит, и кем ты будешь? Я говорю, я не знаю, наверное, психологом. Она говорит, а что это? Я говорю, я не знаю, мне хочется. я решился и и это снова поменяла мою жизнь в каком-то 90 нет наверное условно ну пускай в девяносто девятом году я вдруг решился написать книгу первую свою кто я такой у меня по литературе тройка была может четверка по русскому языку тройка прям да я я все свои ошибки я научился объяснять я так объясняю что мне люди говорят комплименты я пишу с ошибками и ничего уже с этим наверно нельзя сделать я пишу с ошибками но я нашел такое объяснение что мне теперь не надо учиться писать без ошибок я говорю извините у меня русский неродной они не родной ты на русском так хорошо пишешь а какой у тебя родной я пока не выяснил я на всех языках пишу с ошибками и вот русский у меня точно не родной ну кто я такой чтобы решиться написать книгу но решился и потом решился на вторую на третью и так далее мы с вами проживем жизнь на которую решились но тут принимая решение тут надо понимать это не значит что надо вписываться во все тяжкие нужно взвешивать риски думать о будущем беспокоиться там здоровье наконец о жизни и тогда решаться это не значит что надо прям шагнуть в бездну не об этом речь а речь о том что не упускать возможности которые тебе постоянно дает жизнь в любом возрасте тебе жизнь дает новые и новые возможности но в какой-то момент человек склонен поставить на себе крест и говорит все я жизнь прожил и он лишает себя тех возможностей которые снова появляются я несколько лет назад ну наверное видимо надо сказать много лет назад с одной женщиной разговаривал она была можно сказать в панике или там в депрессии что она вышла на пенсию никому она теперь не нужна мы с ней поговорили после этого она стала учить испанский путешествует по всему миру и когда она приходит к себе на прежнее место работы ей более молодые сотрудники говорят не приходите сюда больше не не рушьте наше представление о том какими должны быть пенсионеры вы почему такая счастливая вы не должны быть такой счастливый уходите отсюда вот она решилась быть счастливы и на пенсии ну вот у нее все еще это получается спасибо за это раскрытие эпиграфа книги я человек проживает жизнь на которую решился именно вот как раз осталось пять минут нашего времени я хочу попросить вас сформулировать несколько правил жизни константина викторовича хардского вы в самом начале говорили о том что есть личные правила бизнеса возможно есть личные правила жизни топ-3 или топ-5 на которые константин викторович обращает внимание когда подбирает себе партнеров по бизнесу когда выбирает для кого он будет вести тренинг потому что я знаю что вы не для всех это делаете может быть есть какие-то примеры экологичности ведения бизнеса или какие-то другие вещи есть какие-то вещи которые можно озвучить на которые можно ориентироваться это сложный вопрос во первых он невероятно интимный и если я честно открываю свои правила по которым я живу я даю неограниченному количеству людей возможность мной управлять это довольно рискованно поэтому я попробую ответить уклончиво ну ответить конечно но уклончиво одно из самых важных правил и в книге об этом идет речь там героя приглашают на собеседование и и девушка который сообщает герою что тебе следует пойти вот в такое место и с тобой будут проводить собеседование очень серьезные люди она его инструктирует ее умысел такой она понимает что герой стремительно растет и через некоторое время он будет невероятно влиятельен и тогда она ему уже ничем не может помочь она не может ему оказаться полезной потому что он будет уже на вершине она здесь у подножья и пока они вместе у подножья она собирается сделать полезное дело в надежде что он потом вспомнит она ему говорит ты пойдешь вот туда на собеседование ты умеешь понимать людей ты глубоко чувствуешь тонко понимаешь а теперь представь что ты встретишься с людьми которые понимают в 10 раз глубже чем ты и понимают в 10 раз быстрее чем ты не неважно что будет происходить за вашей встречей но ты должен знать что они будут искать ответ на один вопрос если они найдут от правильный ответ на этот вопрос если их вопрос ответ устроит то ты наш ты в стае ты часть нашей большой системы и система решит все твои ботовые вопросы вообще все решит потому что ты будешь работать на систему и она ему раскрывает как звучит этот вопрос до ты присажешь ты идешь на собеседование на тебя люди смотрят задают тебе вопросы а ты знаешь да а ты знаешь каким вопросом они сейчас задаются этот вопрос звучит так можно ли с тобой иметь дело если с тобой можно иметь дело то тебе могут простить какие-то недочеты ошибки то что ты говоришь чё они что если с тобой можно иметь дело тебе многое будет прощено компенсирует не умеешь по-русски писать наймем человека который будет за тобой ошибки с тобой можно иметь дело это один из глобальных вопросов которые мы для себя решаем когда начинаем отношения там с девушкой с партнером где угодно при этом если по поводу тебя твой партнер принимает решение что с тобой нельзя иметь дело усилия которые необходимы чтобы вернуть отношения хоть на какой-то базовый уровень в разы превышают чем если бы ты все сразу правильно сделал то есть вот это одно из правило но универсально многие люди им руководствуются просто не осознавая это но я хочу увильнуть я не собираюсь раскрывать свои правила я хочу увильнуть и сказать три правила которые которые которыми стоит задаваться бизнесу первое правило ну сделаю шаг назад в книге есть эпизод когда герой приходит к одной женщине назовем ее алла у нее магазин деревянных шкатулок подарки продает делает и продают деревянные шкатулки и герой к ней приходит его задача купить это помещение а алла не хочет продавать это помещение и герой ей показывает что она не бизнесом занимается он рекming говорит алла а вы почему шкатулки продаете он где почему в шкатулке делаете продаете она которую я люблю это дело он Dieser хорошо а еще почему она ведь я умею это делать хорошо А еще почему? Ну, у меня станок есть, на котором я шкатулки выпиливаю. Хорошо. А еще почему? Она говорит, материалы закуплены. Так. А еще почему? Ну, вот магазин есть. Хорошо. А еще почему? Вывеска на магазине. Молодец. А еще почему? Она говорит, ну, пожалуй, чтоб все. И он ей говорит, Алла, вы не бизнесом занимаетесь. Единственная причина, по которой надо делать шкатулки, они кому-то нужны. Кто-то готов за них платить. Но у вас нету продаж. Вы богатая вдова или там она, не помню, по-моему, ну, в общем, муж ей оставил деньги, и ей не нужны продажи, чтобы существовать. Она просто это делает ради удовольствия. Так вот, одно из базовых правил бизнеса, бизнес должен делать то, что может продать. И вот с сознанием этого правила погуляйте и посмотрите. Часто бизнес делает не то, что может продать, а то, что привык делать. То, что хочет делать, то, что умеет делать. И потом они имеют проблемы со сбытом. Им потом приходится делать распродажи, там, какие-то акции проводить. Первое правило бизнеса – делай то, что можешь продать. Ну, соответственно, сначала надо задаться вопросом, что я могу продать, кому я могу продать, по какой цене я могу продать. Даже касательно курсов. Прежде чем проводить курс, ты должен задаться вопросом, можешь ли ты его продать. Но многие люди сначала делают курс в интернете, потом думают, как и кому его продать. Второе правило бизнеса звучит так. Продавай то, что меняет жизнь к лучшему. В нашем мире лжи очень много. И почему люди не любят продажи, не любят идти в продажи? В продажах тоже очень много лжи и обмана. И между продавцом и обманщиком в голове некоторых людей стоит знак равенства. Это не так. Задача продавца – сделать жизнь другого человека лучше. Сделать жизнь покупателя лучше. Собственно, почему Матвей так преуспел? С кем бы он ни сталкивался в качестве продавца, он жизнь каждого человека делал лучше. Так вот, первое правило бизнеса – делай то, что можешь продать. Второе правило – продавай то, что делает жизнь лучше. Третье правило бизнеса – не буду говорить. И так наговорил больше, чем хотел. Спасибо, что озвучили имя главного героя. Я задам, возможно, сегодня последний вопрос. Скажите, Константин Викторович Харский через три года – это человек, который работает в кино. Во-первых, это психолог, безусловно, по образованию. Это автор книг. Это человек, который ведет тренинги корпоративные, открытые, закрытые. И человек, который работает в киноиндустрии. А что будет пятое? Что с самым главным в самой короткой перспективе, через три года, будет для Константина Викторовича главное? Куда он идет? На что он смотрит? Может ли он быть ментором тех или иных проектов или стартапов тех или иных людей? Можно ли к нему по этому поводу обратиться? Какой вектор развития у человека, который уже успешен? Первая моя мысль, вокруг чего все крутится – это кино. И кино как способ говорить с более широким кругом зрителя. Вот сейчас моим кругом, с кем я общаюсь, – это участники тренингов, участники различных мероприятий, читатели книг. И по тому, как они отзываются о моих идеях, я понимаю, что об этом должны были бы знать большее количество людей. Это привело меня к мысли, что нужно идти на экран и с экрана это говорить. Причем неважно, с какого экрана – телевизионного? Ну да, по большому счету неважно. Поэтому я, видимо, уже обречен нести вот эту педагогическую миссию и рассказывать людям в том числе о том, кто они такие и как их жизнь определяется тем набором правил, по которым у них есть в голове, или, иначе говоря, их системой ценностей, и рассказывать им, что систему ценностей можно изменить. И в день, когда ты меняешь свою систему ценностей, ты меняешь свое будущее, и изменить систему ценностей, если попросить вот любого человека на улице описать свою систему ценностей, он, скорее всего, смутится, он никогда об этом не думал. И при этом даже неважно, сколько ему лет. Он никогда не думал о своей системе ценностей. Он не знает, как ее можно изменить. На самом деле методология уже есть, она описана в четвертой моей книге. У меня с сайта эту книгу скачали 55 тысяч раз, и после этого я книгу сделал платной. После этого там еще, может быть, тысячу экземпляров люди скачали. Она все еще есть бесплатная в интернете, ее можно найти. И мне, в общем, в этом смысле все равно, купят ли люди у меня или найдут и скачают бесплатно. Потому что технически свое вознаграждение, как писатель, я получил на самом деле от одного единственного человека. Он скачал книгу бесплатно, написал мне, сказал, что книга изменила его жизнь и помогла ему достичь совершенно других результатов в бизнесе. И он хочет перевести мне деньги за эту книгу. И сумма исчислялась, шесть цифр было в переводе. То есть я, как писатель, никогда бы не мог рассчитывать на такой гонорар. Поэтому, в принципе, книгу могу дарить, что, собственно, регулярно и делаю. Ну, вот решил еще и продавать. Эксперимент такой. Вот, поэтому это точно преподавание, это точно рассказы о тех идеях, до которых удалось додуматься. Да, это кино как способ коммуникации. Что касается менторства и наставничества, из-за того, что время ограничено, я готов быть и ментором, и наставником, но я хочу, чтобы у человека, который ко мне обратится, была какая-то внутренняя сила. Я бы понимал, что он действительно хочет перемен. Потому что тратить время на разжигание затухшего костра или на мотивацию человека, он будет срываться, и через какое-то время он будет говорить, я не очень уверен, что мне это надо. К сожалению, у меня нет столько свободного времени. Но если человек одержим своей идеей, если эта идея добра, и если эта идея делает жизнь других людей лучше, я очень заинтересован в таких контактах. И на самом деле есть довольно значительное количество примеров, когда я, по мнению людей, я им помогаю, сказав какое-то слово, часто обронив его случайно. Вчера на мероприятии я начал рассказывать, позавчера я начал рассказывать, как я написал книгу, а вчера мне один из участников сказал, что он из этой истории что-то понял, и он понимает, как ему дальше жить. Я не знаю, это так постоянно происходит. То есть люди в моих словах находят то, что они должны были найти, услышать от кого-то, и используют это как знак того, что им нужно это делать. Поэтому я заинтересован в этих контактах, в людях, которые одержимы своей идеей, и запросто что-нибудь можем великое сотворить. Спасибо большое. У нас был в гостях Константин Викторович Арский, автор «Большая перемена», еще раз повторюсь, психолог, тренер, спикер, и, на мой взгляд, один из лучших людей, которые знают, что такое мышление в продажах. Спасибо. Спасибо.